Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, я хотела бы записать это видео и рассказать вас о приметах у человека, о разных частях тела. Что когда чешется, когда чешется нос, глаз, бровь, уши, руки или еще какая-то часть тела к чему это. Ну и другие приметы. Ну, насчет правой и левой руки здесь, конечно, идут споры. Вот у меня лично левая рука всегда чешется к деньгам, а правая рука здороваться. Но бывает так, что некоторые люди писали мне в комментариях, и действительно у моих знакомых, что правая ладонь зудить это как получать деньги, а левая ладонь зудит отдавать деньги. На самом деле левая берущая, если логически рассуждать, то она и чешется к деньгам. Я считаю все-таки так. У меня так всегда. Но, может быть, это такой остается все-таки спорный вопрос. Правая ладонь чешется к прибыли, левая ладонь чешется к убытку. Говорят одни и наоборот говорят другие. То есть вы чувствуете, все-таки бывают и правши, и левши. Но у меня всегда правая кровавая, это всегда к каким-то неприятностям. А вот левая всегда к счастью и к везению, часть тела я имею в виду полностью. Локоть чешется, это к горю. Шея чешется к пирушке или к побоям. Если чешется шея спереди, вот подбородком, это к пирушке. А вот если шея чешется именно с той стороны, где у нас спина, да, со стороны спины, к холке, это, конечно, к побоям говорят. Затылок чешется к печали, переносится, вот если нос, да, нос у нас тоже разные части на носу. Вот если на переносицу у вас зачесалось, это говорят к покойнику, еще прабабушка моя говорила, что это к покойнику. Если ноздри чешутся, вот ноздри прям чешутся невозможно. Это говорят к пьянке, гулянке, к крестинам, говорили раньше. Но сейчас не все крестят детей, поэтому к пьянке, гулянке. Если сбоку чешется нос где-то, это к вестям. А вот кончик носа, кончик, ну, одни говорят к вину, но вообще всегда моя прабабушка говорила, значит, в пятак получишь. Вот кончик носа, в пятак получишь. Нос чешется еще, говорят, в рюмку глядеть будешь, то есть к выпивке. Чешется кончик носа, вино будешь пить, либо к вестям. Но все-таки я считаю, что действительно кончик носа получить в пятак. Ноздри чешутся к крестинам, как я вам говорила, или к пирушке какой-то, к веселью, к радости, к выпивке. Теперь разберемся с ушами. Вот когда чешутся уши, вот мочки ушей чешутся. Это говорят, что к теплу у тех, кто родился в теплый месяц. Вот мама у меня летом родилась, у нее как уши зачешутся, все, значит, уже надо ждать тепла, потепления. Я родилась в холодный месяц, поэтому вот у меня всегда к холоду чешется. То есть надо смотреть, у какого человека зачесалось и в каком месяце он родился. Дальше. Уши еще чешутся к вестям, бывает. Вот как зачешутся, значит, к вам придут какие-то вести. Или же к дождю, бывает действительно к дождю уши чешутся. Но еще раз говорю, это у тех, кто родился в такую вот дождливую погоду. Если не нос чешется, то тебе предстоит вскоре беседовать или спорить с назойливым дураком. Вот бывает весь нос чешется, не только, допустим, крылья или пятак, да, или вот переносится, а вот весь нос просто чешется или внутри прям раздирает где-то. Это точно вы будете беседовать или спорить с назойливым дураком каким-то. Ну, а если бровь чешется, то это к поклону, к свиданию и к слезам. Смотря еще какая бровь чешется, заметьте, я всегда считаю, что левая бровь, значит, это вот к свиданию, к чему-то радостному и приятному, да. А вот правая это к слезам. Вот у меня так, у кого-то проигрывается по-другому. Ресница, если выпадает, то это к подарку. Ну, девчонки, те, кто сейчас с нарощенными ресницами, наверняка просыпаются утром, а на подушке лежат множество ресниц и считается, и начнут задавать вопросы, это считается или нет. Конечно, это тоже считается, потому что нарощенные ресницы, они, как правило, наращиваются на вашей реснице. Если ваша ресница выпала, значит, она вместе с нарощенной и выпала. Тоже это к подарку. Подошвы чешутся, вот на ногах подошвы прям вот чешутся сильно, бывает прям невозможно. Это к дороге, это значит, вы куда-то пойдете путешествовать. А вот если в ноге свербит, вот знаете, прям сверди, бит так неприятно, это к радостной вести. Еще раз, если вернемся мы с вами к бровям, то если правая бровь чешется, это к свиданию, говорят люди, а другая левая к лицемерам. Но у меня оно по-другому почему-то проигрывается, не знаю, как у вас. Щеки чешутся или горят, это говорят к слезам. Но опять-таки не забывайте, слезы бывают печали, а бывают радости. Поэтому имейте в виду, левая или правая, опять-таки у кого как проигрывается. У меня всегда левое счастье. А вот правый глаз чешется, говорят радоваться. Левый плакать. А у меня наоборот, левый у меня всегда это радоваться, у меня всегда радость. А правый наоборот, правый кровавый плакать. Поэтому тоже здесь по-разному люди говорят и чувствуют. Левый глаз, говорят, к слезам свербит, а правый на любого глядеть. А вот у меня наоборот, левый глаз у меня всегда к счастью. Говорят еще следующее, что в правом ухе, если звенит, это к добрым вестям. А в левом ухе, если звенит, то к худым. Ну а еще я знаю такие приметы. Вот когда звенит в ухе, надо всегда загадать желание и спросить у своего друга, подруги или у мамы, у папы. Ну тот, кто рядом сейчас в данный момент находится, человек, спросить, в каком ухе звенит. Если человек вам ответит, да, скажет, вот в левом, да, угадает, то ваше желание обязательно исполнится. А если не угадает, то тогда оно не исполнится. Я думаю, что это более точное такое предсказание, вот когда угадывают, в каком ухе звенит. Ну, губы зудят к поцелуям, это всем известно, губы чешутся к гостинцу бывает, что-то сладенькое, вкусненькое съесть. Уста свербят, говорят, гостинцы есть. А вот если язык укусишь, это кто-то бронит, да, вот такое вот есть поверье. Но еще я знаю, мне еще про бабушкой, бабушкой, мама всегда говорит, если язык укусил, это значит очень вкусная еда. Да, вот бывает, знаете, ешь и пальчики просто оближешь, просто язык можно съесть. Но до того вкусная еда невозможная, что язык бы проглотил. Бывает и так. Ну, а еще говорят, что да, язык укусишь, что кто-то бронит, кто-то сейчас в данный момент о тебе плохо говорит. Вот. Дальше. Ну, чело свербит. Чело – это наша голова. Это, говорят, челом бить, то есть поклон, на поклон пойдете, что-то у кого-то просить. Может, к начальству, руководству, но вот челом бить, говорите. Голова свербит. Это головомойки, то есть, конечно, надо просто помыть голову. Когда голова чешется, уже все, нужно идти в баню или нужно принять душ, ванну, но нужно помыть голову. Ну, усы чешутся. Ну, усы у наших мужчин чешутся – это гостинцу. Заусеницы. Наверное, многие наблюдали заусеницы на пальцах. Это злой человек что-то замышляет. Вот бывает, да, заусеницы какие-то остаются у вас, пальцы потом болят, и это уже точно. Значит, кто-то что-то против вас замышляет. На это обратите внимание. Правая ягодица чешется к болезни и печали, левая – к корысти. Вот такие еще приметы есть. В ушах еще говорят, когда в ушах звенит, кто-нибудь поминает лихом. Именно не чешется, а звенит. Вот когда звенит, да. Кто-то нехорошо вас поминает, что-то о вас нехорошо говорит. Ну, здесь, знаете, если вы знаете кто, даже если не знаете кто, скажите присказку. Твои речи тебе на плечи. Твои мысли на тебе повисли. Или сразу, знаете, возьмите, сделайте вот такую вот фигу, да. Фига, только большой палец не между указательным и средним, как мы, в общем-то, это привыкли делать. А фига такая специальная против злодеев делается. Большой палец, он кладется между средним пальцем и безымянным. Вот две руки сделали, вот так вот, да, когда в ушах звенит, знаете, что кто-то плохо о вас говорит, сделайте вот такие фиги. И скажите, твои мысли на тебе помбисли. Твои речи тебе же на плечи. Дальше. У кого жесткие волосы на голове, у того сердитый нрав, говорят. Еще говорят, вот если кучерявятся, да, прям волнистые-то одно, но если прям забиваются, говорят, злой человек, злой же такой и жесткий. А вот у кого мягкие волосы, такие пушистые, ну, с тем человеком можно договориться, у него мягкий характер. А если жиденькие волосы, ну, тогда вообще человек считается, говорят, что он ведомый, и его можно вокруг пальца обвести. Человек, у которого брови срослись на переносице, говорят, что не будет счастливым. Но есть и другое поверье, наоборот, говорят, у кого на переносице сросшиеся брови, это наоборот, говорят, что человек родился как в рубашке и будет счастливым. Тут, понимаете, палка о двух концах. Или да, или нет. Вот тоже имейте это в виду. Разные поверья, ну, я думаю, что нужно всегда смотреть на лучший вариант и именно стремиться к нему. Сколько у человека морщин между бровями над носом, столько раз ему суждено овдоветь. Еще и так говорят. Это тоже, обратите внимание, когда вот складки между... Почему вот женщины, конечно, сейчас делают ботокс, различные уколы красоты, сейчас не поймешь, сколько морщин. Но, однако же, это никак не убирает именно вот эти задатки. В любом случае, если женщина предрасположена вот к этим морщинам, или же мужчина между переносицей, над переносицей, то вот это вдовство, оно читается. И действительно, сколько у меня было подруг, действительно, я вижу, что это так и есть. Ну, а верить или нет, судить, конечно, вам. Если у человека на теле есть родинки, особенно те, которые он не может видеть, например, на спине, то ему суждено быть счастливым. Это я всегда слышала от моих родственников, от моей прабабушки. Чем больше родинок, тем считается счастливый человек. Только считать их ни в коем случае нельзя, иначе останетесь одиноким. Кто щекотлив, тот ревнив, говорят. Ну, действительно, кто боится щекотки, он очень ревнивый человек. А вот волосатая грудь – это признак силы. Особенно, когда волосатые мужчины, кавказские мужчины очень волосатые. Они очень сильные, темпераментные. И очень долго они остаются молодыми в постели. Они очень хорошие такие любовники. Так что не стесняйтесь своей волосатой груди, дорогие мои мужчины. Ну, также я считаю, что и спина, и все, что именно в волосатости, там такой вот гормон мужской зашкаливает. Выпавшие у ребенка молочный зуб бросают на печь с приговоркой. Мышка, мышка, на тебе зуб костяной, дай мне коренной. Это, наверное, все знают. И так наверняка поступали ваши родители. И наверняка вы точно так делаете, у кого маленькие детки. Чтобы избавиться от бородавок, берут нитку, завязывают на ней столько узелков, сколько бородавок, и закапывают нитку в землю. Когда нитка сгниет, тогда и бородавки исчезнут. Но опять-таки это очень хороший способ. Это нужно приложить все свои силы и энергетику. И делайте это на убывающую луну. Тогда этот ритуал сработает. Волосы на голове трещат и искрятся – это признак страстной натуры. Чихнуть в воскресенье – быть в гостях или к себе гостей ждать. Чихнуть в понедельник – к прибыли или к подарку. Чихнуть во вторник – долг просить будут. Чихнуть в среду – хвалить будут. Чихнуть в четверг – рассердят или в досаду введут. Чихнуть в пятницу – кого не чаешь, того увидишь или получишь письмо. Чихнуть в субботу – слышать о покойнике. Чихнуть – так правда. Говорят, да, вот когда вы разговариваете между собой, да, что-то рассказываете, рассказываете, и вдруг кто-то рядом стоящий чихнул. Вы говорите, о, правду говорю. Когда чихнул, как бы подтверждают ваши слова. Чох на правду. На правду чихается, на сон позевается. Есть еще такая пословица. Чихнешь натощак в понедельник – подарку. Во вторник – приезжим. В среду – к вестям. В четверг – похвале. В пятницу – к встрече, свиданию. В субботу – к исполнению желаний. В воскресенье – гостям. Если человек икает, значит, что-нибудь о нем, кто-нибудь о нем вспоминает. Говорят, да, кто о тебе, кто вспоминает. Чтобы узнать, кто именно вспоминает, загадывают кого-нибудь из знакомых и смачивают мизинец правой руки слюной и проводят им по правой брови. Если на пальце окажется волосинка, значит, вспоминает тот, на кого было загадано. Икается – напомин, поминается, то есть вспоминает кто-то вас. Икнулась – поминулась, говорят. Икнулась – подобрули – вспоминулась. Спрашивают. Но я знаю, когда икают до 12 дня, это икра, и вас вспоминают, значит, добрым словом. А если вы икаете после 12 дня и ближе к вечеру, особенно ночью, значит, кто-то со злом вас вспоминает. Тогда нужно попросить вашего оппонента, с кем вы сейчас находитесь рядом, чтобы вас спросил, кто тебя вспоминает. Тогда вы должны ответить – свинья за углом. Это мне еще прабабушка говорила. В нашей семье всегда ходили такие вещи. Рассказываю наши семейные тайны. Открываю, может быть, это еще кто-то пользуется. Всегда надо, чтобы кто-то вас спросил, почему ты икаешь, кто тебя вспоминает. А вы должны сказать – свинья за углом. И поверьте, икота сразу же куда-то проходит. Кто корит меня, не знаю, а икота напала. Икнуф нужно сказать – добром так вспомни, а злом так полно. И чтобы избавиться от икоты, нужно сказать – икота, икота, идти на Федота. Это с Федота на Якова, с Якова на всякого. Икнуф нужно сказать – добром так вспомни, а злом так полно. Чтобы прекратить икоту, надо либо три раза прочитать молитву Богородицы, либо сказать – помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Либо перекреститься, чтобы черт не лез в душу, либо в продолжении икоты произносить имена своих доброжелателей и недоброжелателей. Как только будет произнесено имя виновника, икание прекратится. Либо запомнить день и час икание, и когда икота возобновится, вспомнить день и час последнего икота. Тот час пройдет. Когда зевают, крестят или прикрывают рот для того, чтобы через него не проникла какая-нибудь нечистая сила. Если двое одновременно зевают, им вместе вино пить, говорят. Отрыжка – это душа с Богом беседует, говорят еще так, да? Горло поет. Отрыжка. Либо брагу пить, либо битым быть. Отвар коры, волчьи, ягоды употребляют внутрь, предупреждает сухоты, исцеляет печень, но при этом не изгоняют болезнь из организма, а перегоняют в другую. Употребление ягод этого растения ведет к тому, что у детей перестают расти зубы, а у взрослых они начинают крошиться, но при этом делаются острые и длинные. Если сварить ореховую скорлупу вплотно закрытом горшке и тем отваром трижды вымыть волосатую часть тела, то те волосы с места выпадут и больше никогда не вырастут. Никогда не плюй на правый бок. На правую сторону, потому что ангел-хранитель на правом боке, а дьявол при левом, на него и плюй, говори, аминь и растирай ногой. Самому себе стричь волосы. Это, говорят, жизнь укорачивать. Поэтому не стоит этого делать. Если будешь волосы на полу оставлять или по двору разбрасывать, голова заболит. Еще моя прабабушка говорила, что волосы никогда нельзя разбрасывать. Их всегда нужно утилизировать, выкинуть или завернуть куда-то в мешок полиэтиленовый, в пакет, или же можно в какую-нибудь ткань завернуть, или же свернуть бумагу и выкинуть. Но сейчас это легко. Можно в унитаз выкинуть, чтобы оно смылось. Но ни в коем случае, чтобы ваши волосы не валялись, где попало. И чтобы, знаете, птички их не растаскали. Бабушка всегда говорила, что птички растащат волоски, голова болеть будет. Поэтому не разбрасывайте свои волосы. На том свете за каждый волосок отчитываться придется, еще говорят. Когда хвалят телесные достоинства, например, красоту, дородность, здоровье и так далее, надо трижды сплюнуть через левое плечо, чтобы не сглазили. Белые пятнышки на ногтях – это к деньгам, к подарку. Сколько пятнышек, столько и подарков. Если ногти обрезать во вторник и в пятницу, будут вводиться деньги. Ну, на сегодня все, дорогие мои друзья. Я надеюсь, вам понравились вот такие интересные приметы. Пишите в комментариях. Может быть, вы сейчас напишите в комментариях свои интересные приметы. И мы с удовольствием все с моими подписчиками и гостями канала почитаем их. И что-то, может быть, примем для себя к сведению. Я люблю вас всех, дорогие мои друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!